Катя, а ты помнишь, как было в школьные годы? Ты сразу понимала, кем хочешь стать и куда поступить? Вообще, сомнения, конечно, были. Все-таки точного представления ни про обучение в УЗИ, ни о профессиях в школе у меня не было. А если бы у тебя была возможность стать студентом на один день, посетить настоящие университетские занятия, как думаешь, твой выбор как-нибудь изменился? Думаю, что я с еще большей уверенностью выбрала бы Рязанский государственный университет. Проект «Студент на один день» – уникальное явление, инициатором которого стал РГУ. Реализуется с февраля 2023 года, и в нем уже участвуют школьники Рязани, области, Подмосковья и других регионов. Сегодня школьники из 34-й школы приехали на Институт естественных наук, чтобы побыть на практических занятиях, побыть в лаборатории, узнать все тонкости профессии химика, биолога, эколога. На самом деле, это очень интересная возможность. Проект у нас набирает обороты. К нам сейчас поступает очень много заявок, и нам приходится реализовать этот проект каждую неделю, и чуть ли не в неделю у нас выходит по 2-3 мероприятия. О том, как проходит лабораторное занятие у настоящих студентов, что представляет из себя органическая химия, десятиклассникам из 34-й школы довелось узнать в рамках программы. Другую группу ребят знакомили с маркетингом. Очень сильно все понравилось. Я много всего понял, как правильно нужно пользоваться разными приборами, и в дальнейшем хотел бы сюда поступить. Я после посещения университета поняла то, что я действительно правильно выбрала сферу, куда иду. И я, если честно, очень довольна своим выбором. Реальная возможность примерить обучение на том или ином факультете, на той или иной специальности, и убедиться, в правильном ли направлении идет подготовка к поступлению, или же засомневаться и вовремя сделать выбор в пользу другой, более подходящей профессии. И у нас же цель какая? Вот не приукрасить, там какую-то картинку там сделать и так далее, да, чтобы вы погрузились вот именно в ту атмосферу, чтобы вы повстречались со своими, считайте, вот бывшими школьниками, а сегодняшними студентами, да, задали им все вопросы, поговорили, познакомились с преподавательским составом и сделали правильный выбор. Профориентационная работа в РГУ ведется серьезно. Знакомство школьников со специальностями, которым здесь обучают, с тем, как именно проходит обучение – важная часть этой работы. Проект «Ученые в школу» уже доказал свою эффективность. «Ученые в школу» – всероссийский проект. Рязанский государственный университет – активный его участник. Ученые ВОЗа посетили более 50 школ в течение прошлого учебного года. Школьники вообще воспринимают лекции достаточно интересно. Ну и основная задача проекта – это популяризация достижений науки, популяризация и создание образа перспективного ученого, стимулирование интереса школьников заниматься научными исследованиями, выбирать научные специальности, ну и вообще стимулирование школьников получать высшее образование и, ну такой, опять же, повторюсь, позитивный образ ученого в глазах школьника, ну о чем, наверное, сейчас ставит как раз задачу президент в, так скажем, в рамках десятилетия науки и технологий. В этом году работа в рамках проекта началась с 1 ноября. Первые в графике 63, 68 и 33 школы. Ученые РГУ продолжают рассказывать школьникам о достижениях и научных исследованиях. Ольга Сергеевна, Вы как лектор проекта «Ученые в школы», как считаете, насколько проект интересен, актуален и полезен нынешним школьникам? Для детей это вообще возможность немножко прикоснуться к миру науки, немножко увидеть, насколько действительно все сложно в мире устроено. Даже для тех, кто в итоге к нам не попадет, это очень важная возможность посмотреть, как хрупок наш мир, как уязвима наша планета, как нужно оберегать ее, как нужно ее защищать. Поэтому мне кажется, этот проект, он в принципе важен даже не для тех, кто идет обязательно к нам, обязательно в вузы, но даже для тех школьников, которые, скажем, выберут техникумы, колледжи. Это просто очень сильно расширяет кругозор. Это позволяет по-новому взглянуть на мир вокруг нас. В регионе достаточно мало ученых специализации именно ботанической. То есть, скажем, наша лаборатория и также ряд очень высоко квалифицированных преподавателей, именно в нашем вузе, в РГУ имени Есенина, они обладают достаточно квалификацией, они получали образование, в том числе и в Москве, работают с коллегами в МГУ имени Ломоносова, в главном ботаническом саду Москвы, также в Санкт-Петербургском ботаническом саду тоже. Мы обмениваемся опытом друг с другом. Но вот конкретно в нашем регионе, к сожалению, ощущается нехватка особенно молодых специалистов в области ботаники. Отклики школьников и школ о проекте только положительные. Кстати, подать заявку об участии в проекте может любая школа. Какие перспективы вообще у этого проекта? Вообще, всероссийская акция «Ученые в школу» — это непрерывная акция, которая будет действовать, ну, мы надеемся, что она будет действовать еще долгое время. И в этом году мы запланировали уже сотрудничество порядка с 10 школами. И на следующий год есть и заявки от школ, и потребность ученых рассказать школьникам о своих исследованиях и разработках. Вообще, надеемся, что этот проект даст перспективное такое понимание школьников о мире наук. Новости для тех, кто любит петь. В хор нашего вуза вовсю идет набор. Так что, если всегда мечтал петь, но стеснялся, мы с Катей расскажем тебе, что нужно делать. Девочки, а до этого вообще занимались пением? Я ходила в школьный хор и просто занималась три года вокалом, но это было 12 лет, поэтому сейчас как будто возобновить хочется. Заново научиться петь, читай. А как вообще попали в коллектив? Нам объявили, что будет набираться коллектив студенческого хора, и спросили, есть ли желающие. Я, конечно, сомневалась, но в итоге пришла и не пожалела о том, что пришла сюда. Мне очень нравится сюда ходить. Отличное преподавание, мне очень нравится ходить на занятия, и даже когда у меня плохие дни в институте, я прихожу сюда с удовольствием и ухожу с отличным настроением. А вот чтобы мне попасть к вам, не обязательно знать нотную грамоту с альфеджио? Вовсе нет, вы можете просто прийти к нам, пройти прослушивание, доказать, что у вас есть музыкальный слух, даже если не очень хороший, и все, вы будете в нашем коллективе. Можно просто научиться петь, ведь у каждого есть таланты, поэтому вы можете его развить. Хор существует в РГУ очень давно, более 30 лет. Создатель и основатель Геннадий Борисович Гинсбург. Сейчас хор переживает свое обновление и возрождение, состоит преимущественно из первокурсников. В хор может попасть кто угодно или только человек с идеальным слухом? Человек с идеальным слухом, его в природе очень мало, и попасть, естественно, может кто угодно. Всех научим, всем поставим голос, и всех научим петь хорошо, правильно, лишь бы человек пришел. Это самое главное. Илья Михайлович, а как думаете, мы сможем попасть к вам в коллектив? Давайте проверим нас на слух. М-м-м-м-м-м-м. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Расскажите, пожалуйста, о планах вашего хора на ближайшее время. В планах хора выступления на различных площадках в Рязани, может быть, куда-то и съездить за пределы нашей области, обязательно поучаствовать в конкурсах, может быть, уже в этом году, и расширяться, полномерно расширяться. Катя, а ты не только квенщица, но еще и спортсменка видел в соцсетях твои фотографии. Не могу не спросить, почему именно футбол? Однозначно ответить сложно, но могу и сказать, что без футбола свою жизнь я уже не представляю. Кстати, заниматься я начала давно в Москве, а продолжила как раз у нас в РГУ. У нас и тренер хороший, и сборная наша показывает в этом году неплохие результаты. Самое время рассказать о новостях футбола и достижениях сборной РГУ. Есть ли игра популярнее футбола? Сомневаюсь. Командный спорт – это вообще отдельная вселенная. Скорость, выносливость, сыгранность и точность. О том, что студенты РГУ по всем параметрам хороши, говорит результат всероссийского турнира, где в октябре сборная выступила впервые и уже весьма успешно. Павел Викторович, недавно наша сборная по футболу была на турнире в Смоленске. Скажите, пожалуйста, как удалось достичь таких результатов, да и вообще, какими успехами команда может похвалиться? Действительно, впервые за многие года наша команда попала на всероссийский турнир. Это право дается тем, кто побеждает на региональной универсиаде по Рязанской области среди студентов и курсантов высших военных училищ и высших учебных заведений. В 2023 году наша сборная заняла первое место на данном турнире и завоевала право представить Рязанскую область на соревнованиях уровня ЦФО. Было 8 команд победителей своих регионов. В первой игре наша сборная обыграла 2-0 команду Смоленска, команду хозяев, что являлось сюрпризом для организаторов. Они не ждали, что новички турнира сразу покажут такой выдающийся результат. В дальнейшем в упорной борьбе мы смогли биться за третье место, но, к сожалению, уступили по пенальти. Основное время закончилось ничью. Таким образом, команда показала свой потенциал и готова к новым турнирам. Выходит, что футболисты нашего вуза оказались сильнейшими в области, а это борьба среди 16 команд. Далее успешный дебют на всероссийском турнире. Лучший игрок турнира, которого выбирают по результатам соревнований, кстати, тоже наш, Рязанский, студент спортфака. А что привело тебя в сборную команду РГУ по футболу? Ну, наверное, желание помогать факультету, как-то немножко прославлять наш вуз. Валер, ну ты учишься на спортфаке, а с чем в дальнейшем планируешь связать свою жизнь? Вообще, я изначально думал о больше как-то карьере, наверное, тренера футбольного. Потом так получилось, что сейчас я начал работать с детьми и с ограниченными возможностями в Рязанской двадцатой школе. Ну и меня пока все устраивает. Новые лица, перспективные игроки и отличная база спортфака. Вот секрет успеха. И это только начало большого спортивного пути. В настоящее время наша футбольная команда готовится представить наш регион на фестивале студенческого спорта, который пройдет в городе Ставрополь в ноябре 2023 года. Идет усиленная подготовка. Мы хотим показать отличный результат на данных соревнованиях.